Привет, дорогие друзья! И в этом видео я очень хочу вам показать один из своих самых любимых макияжей, который я ношу не только каждый день, но даже на какие-то праздники, на какие-то выходы. И вы знаете, вообще, если бы мне сказали, Света, если бы тебе остался в жизни один только макияж, который бы ты носила всю оставшуюся жизнь, какой бы ты выбрал? То я, даже не задумываясь, выбрала бы его. Он красиво смотрится на девушках с каким-либо тёплым акцентом по внешности. Если вам интересно посмотреть, что получится из моего такого сонного утреннего лица, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Окей, поехали! В качестве тонального средства я буду носить Maybelline Dream Matte Nose в оттенке 08 светло-бежевый. Но так как я вообще днём не очень люблю сильно как-то использовать тональные средства, я просто нанесу его на какие-то проблемные свои участки, покраснения, прыщики и так далее. Но ни в коем случае я не буду мочировать её всё лицо, потому что Ленда ест мой хайлайтер. Красный мой нос. Как было видно, наношу пальцами, буквально, ну, если говорить очень грубо, то я наношу на Т-зону. Но вы можете использовать абсолютно любую тональную основу, если вам это требуется. Немножко консилера под глаза. В данном случае у меня с желтоватым потоном. Обязательно матирую эту зону, потому что с моей жирной кожей никак нельзя, иначе мой нос будет просто блестеть, как зеркало. Мне следует наносить его только на область скул. Потому что, как вы заметили, мой нос, он достаточно широкий. И если я нанесу туда ещё на спинку носа хайлайтер, то он у меня будет просто гигантским. Только на скулы. Я беру свои любимые бронзовые тени Maybelline Color Tattoo, именно в бронзовом таком оттенке. И они будут служить у нас базой под тени. И мы наносим на яблочко глаза, немножко заходим даже на складку. То есть, по сути, это просто идёт база. И похлопывающими такими движениями наносим. И берем растушевочную кисточку и растушевываем границы. Растушевывать эти тени нужно сразу, иначе они застывают, и потом с ними невозможно вообще что-то сделать. L'Oreal Inferible в оттенке Endless Chocolate. L'Edge это реально оттенок горячего шоколада. Это очень красивые тени, и я считаю, что у каждой рожеволосы они быть должны, потому что они универсальны. Ими можно сделать стрелочку, ими можно подчеркнуть складку и растушевать. Сделать отличные смоки айс. Это очень универсальные тени для рыжих, я считаю. Я набираю шоколадные тени и буду наносить их в уголок глаза. Достаточно щедро. Я называю этот макияж не до смоки айс и не до банановая техника. Это что-то вообще среднее. Я нашу либо его, либо просто крашиваю ресницей тушью. Мне действительно он очень нравится. Тени опять-таки Maybelline Color Tattoo с золотом оттенки. Плоской кистью набираем. На ворсинки и наносим примерно вот сюда. Вытрагиваем уголок яблочек глаза. Не заходим на темный цвет. По хлопающими движениями ни в коем случае не втираем и не растушевываем. Я не буду использовать какую-то четкую яркую подводку. Я буду использовать обычный коричневый карандаш. Кстати, в оттенке Hot Chocolate. И подчеркнув просто линию роста ресницы, постараюсь делать такую слегка растушеванную и не очень заметную. То есть никаких четких линий в макияже для нависших век в принципе быть не должно. Ну, только если у вас руки растут из того места и вы умеете рисовать грамотные стрелки. Просто я не умею. И просто подчеркиваем. Плавно свожу в уголке глаза его на нет. Для того, чтобы подчеркнуть рыжесть волос и зелень глаз. Карандашик для губ от Essence Hot Chocolate в оттенке 03. Это карандаш для губ. Но я использую его как карандаш для бровей и как подводку по слизистой нижнему веку. Потому что он идеально подходит для рыжих волос и идеально подходит для зеленых глаз. Он не такой коричневый, как смотрится в боковке. В боковке. В карандаше. И он классный. Отвожу слизистые глаза. Этим же бронзовым оттенком Color Tattoo я подчеркну нижний рост моих ресниц примерно до середины века. То есть, так как у меня опять-таки нависшая века, когда я подчеркиваю всю линию роста ресниц, то мой глаз вообще просто исчезает. Поэтому вот. Я немного подвела свои брови. И сейчас я буду тестировать. Первый раз еще не пробовала свою новую тушь от Bourjois. Вот в таком флакончике. Называется она Queen Attitude. Это объемная супер-мега черная тушь, как заявляет производитель. Стоила она в районе 250 рублей. Поэтому попробуем. Наносится замечательно. Не пачкает кожу вокруг глаз вообще никоим образом. Достаточно дает хороший объем, неплохой от длины, но приходится достаточно долго чесать свои ресницы. И очень неудобно за счет такой щеточки, такой плоской, я бы сказала, наносить на нижние реснички. Она немножко царапает века. И, ну, в принципе, не очень советую эту тушь от Bourjois. Запомните Queen Attitude. Ну, как-то не очень. Совсем немного бронжера на область под скулами. Румяна я буду носить очень красивого пыльно-розового оттенка. Это Catrice в оттенке Sun Rose Avenue из серии Definite Blush. Это отличные сатиновые, малопигментированные румяна. У них такая вообще нежная, просто тающая, я бы сказала, текстура. Прям просто... Это просто пыль. Неощутимая, невесомая пыль. И с ними невозможно переборщить. И немножко нанесем на яблочки щука. У меня несколько вариаций с губами. Для первой я возьму тот самый несчастный, измученный карандаш от Essence, который для губ и для бровей и для глаз у меня просто универсальный. И им просто подвожу свои губы. Подвожу по контуру и немножко заполняю уголки. Я буду наносить в центр губ помаду от Catrice из серии Ultimate Color в оттенке 010 Bein Natural. Такой теплый, персиково-бежевый на такой молочно-белой основе, нюд. Эту помаду нужно наносить только на увлажненные губы, иначе подчеркнет все, что можно. Итак, это первый вариант губ. Сейчас покажу еще один. Я возьму нежно-розовый карандаш от Essence в оттенке 12 Wish Me A Rose. И им заполняю все губы. Я возьму помаду от Catrice этой же серии, но оттенка Hey Nude 240. Осталось просто всего ничего. Это холодный нюд на бежевой основе. И точно так же прохожусь по середине губ. Ну и немножко похлопающими движениями я не крашу, вот так вот не мажу. И в последнем образе я бы хотела создать такой эффект покусанных губ, немножко небрежных, красных, свежих. И нам понадобится карандаш от Essence в оттенке Red Blush. Это красный ягодный оттенок. Но тем не менее, несмотря на то, что он достаточно холодный, он в принципе подходит для любого теплого цвета типа. И, друзья, вот такой вот люк, образ, макияж у нас получился. На мой взгляд, он на камере смотрится достаточно ярким. Но в жизни я просто обожаю носить такие смокие глаза, такие губы. И мне кажется, для рожеволосых, для людей с зелеными глазами, с бледной кожей, с каким-либо угодно теплым акцентом во внешности, он подойдет в принципе идеально. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Мне попал волос в рот. Ждите следующих видео, обязательно будет много всего интересного. И до встречи. Пока-пока.